Украина начала использовать американские ракеты для своих самолетов. Об этом стало известно по фото командующего воздушными силами ВСУ Николая Алищука. О передаче ракет Зуни класса «Воздух-Земля» стало известно еще в начале этого года. Тогда Пентагон заявил, что Украина получит 4000 этих боеприпасов. Однако главной проблемой оставалась несовместимость западных ракет с украинскими самолетами. Судя по сегодняшним фото, этой проблемы больше нет. Если мы говорим про использование данной ракеты на самолете Су-25, просто используется какой-то или переходник, или специальное устройство для отстрела этих ракет. Какое именно решение выбрали конструкторы, неясно. Если ракету просто прикрепили под крыло, очевидно, на борту пришлось устанавливать автономную систему запуска. Если же на украинские самолеты удалось интегрировать штатную пусковую установку, управление огнем, видимо, выведено на привычные места в Су-25. На самых пилонах самолета кадры закрашены. Это означает, что все-таки это решение является какое-то, может быть, специфическое для того, чтобы ни враг, ни какие-то другие стороны, для кого эта информация не предназначается, не получили эту информацию. В том числе мы не понимаем, эти ракеты не запускаются или из стационарного, условно, направляющих для самолетов американского производства, или это какая-то уникальная украинская специальная разработка, которая позволяет устанавливать и запускать эти ракеты. Но самое главное, что это понимают украинские пилоты. Как бы ни была реализована совместимость Зуни с украинской авиацией, вся разница лишь в удобстве запуска для летчика, а на саму эффективность ведения огня никак не влияет. Ключевая задача самолета, в этом случае это платформа для ее запуска, и на характеристики ракеты это никоим образом не должно влиять. А характеристики у нее внушающие, особенно если учитывать против кого их будут применять. По сути, аналог советских авиационных ракет С-13 и С-25 Зуни превосходит их по мощности заряда, скорости полета, точности, а главное, дальности поражения. Если мы говорим о том, что эта ракета способна осуществлять удары до 8 километров, то фактически самолеты нельзя будет сбить по ЗРК врага без использования так называемых отдельных специализированных систем противовоздушной обороны. Если говорить о целях поражения, тут перед нашими пилотами открывается море возможностей. Различные типы боеголовок позволяют работать по живой силе, бронетехнике, укрепленным командным пунктом. Зуни можно даже использовать как средство создания дымовой завесы или подсвечивать необходимые места на поле боя для коллег из пехоты. Предназначение данной ракеты, в принципе, как и любого неуправляемого боеприпаса, это осуществление ударов по наземным целям, в первую очередь, это пункты дислокации врага, это точки скопления живой силы, техники. Ракета в зависимости от боеголовки может иметь бронебойную боеголовку, которая способна пробивать до 50 сантиметров брони. Но самое главное преимущество Зуни на украинских самолетах – это явный признак того, что ВСУ отказываются от советских боеприпасов и переходят на западное оружие. Запасов ракет к нашим самолетам более чем за год войны стало меньше, а их производство преимущественно находилось в РФ. Однако теперь вопрос с назревавшим дефицитом, похоже, решен. Так называемая наземная операция контрнаступления в любом случае будет поддерживаться воздушным компонентом в лице воздушных вооруженных сил Украины. И переход на западную платформу в достаточно большом количестве этих ракет – это является достаточно сильным преимуществом и все-таки возможностью дальнейшего эффективного использования авиации. К слову, Су-25 первая, но, по словам аналитиков, далеко не последняя техника, на которую возможно устанавливать западные ракеты. Истребители и ударные вертолеты также отлично для этого подходят. И, видимо, то, что скрыто на фото, будет, а возможно, уже установлено и на них. А, следовательно, тысячи американских ракет, которые уже получила наша авиация, лежать без дела не будут.